Здравствуйте! Сегодня 16 февраля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкер.ру По мнению участников рынка, дефолт Греции потенциально является очередным кредитным кризисом. И проблема эта, отражающая угрозу долговому рейтингу не только Греции, но и других европейских стран, может стать предвестником банкротства всей банковской системы Европы. Общее настроение стран еврозоны – сохранить финансовую стабильность в регионе евро и не допустить дефолта. О возможных шагах Евросоюза в связи с создавшимся положением вчера говорили министр финансов ЕС, собравшиеся на неочередное заседание. Итоги этого заседания мы узнаем уже сегодня. А в ожидании итогов инвесторы не спешили продавать или покупать европейскую валюту. В результате пара евро-доллар торговалась вчера в узком диапазоне цен 1,3633-1,3578. Техническая картина по данной паре предполагает начало восходящей коррекции. В связи с этим ожидаем выход евро из диапазона и подъем курса к целевым уровням 1,3627, 1,3695 и 1,3768. Вчера большинство торговых площадок было закрыто в связи с тем, что в США праздновали День Президентов, Авазии и наступление Нового года по лунному календарю. Несмотря на тонкий рынок, можно было отметить спокойный характер вчерашней торговли. Все основные валюты торговались в узких боковых диапазонах. Британский фунт попытался начать новую неделю с продолжения подъема курса, но эта попытка успеха ему не принесла. Пара смогла лишь незначительно подняться, установив максимум дня на уровне 1,5719. Но здесь инициатива перешла к продавцам. Курс фунта снова снизился, и до конца дня пара фунт-доллар торговалась в узком диапазоне вблизи уровня 1,5660. Сегодня мы ожидаем выход британской валюты с диапазона и возобновление восходящего движения. Цели подъема 1,5719, 1,5763 и выше. В экономической статистике вторника Великобритания опубликует данные по динамике потребительских и розничных цен за январь. Ожидается новое повышение индекса розничных цен теперь уже до 3,8%. Если этот прогноз подтвердится и уровень инфляции продемонстрирует рост, значительно превышающий нормативный 2% порог, Банк Англии будет вынужден ускорить повышение учетной ставки. Индекс настроений в деловой среде будет опубликован в Еврозоне и в Германии. Аналитики прогнозируют впервые с августа 2009 года снижение этого показателя ниже 50%. В США сегодня выходят данные по ценам на жилье, а также по индексу деловой активности в производственной сфере. Показатель, вероятно, превысит предыдущее значение. Кроме этого, будет опубликован объем покупок ценных бумаг казначейства США иностранными инвесторами. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.